Всем привет, ребятки! Я продолжаю рассказывать и показывать вам историю студента-агронома Молдовы в деревне. И сегодня у нас новые покупки будут. Сейчас я давайте разрежу этот уазик, батины и зерном. Привезли из магазина, покормим курочек. Ночью изменилось на нашем дворе. Купил отец кур немножко. Перенесли этот курятник оттуда вон сюда, если кто помнит. И построили вот эту тепличку. Если вам интересно, покажу на секундочку, заскочим. Здесь, я так понял, он собирается садить какие-то помидоры, гуссы, я не знаю. В принципе, видите, как все простенькое было сделано. То есть за пару дней буквально. Или эти старые окна, знаете, как на балконах в хрущевках стоят. Такие вот белые, покрашенные просто со стеклами. В принципе, дешевость, но и сердито. То есть, туда надо будет привезти еще, я так понимаю, навоз и водички. И позже мы этим, наверное, займемся, ребята. Так, давайте разгрузим быстренько еще один мешочек с зерном. Я уж извиняюсь, что начал рано, потому что еще не закончил эти все рутинные дела. Вот. Поухаживали за животными. Думаю, в принципе, можно закрывать и направляться за покупкой нового трактора. Как вы могли заметить на превьюшке, ребята, у нас сегодня кое-что. Из-за новочки давайте открывать, заводить наш УАЗик. Нет, давайте сначала его, наверное, заведем. Пускай греется, а тем временем мы откроем ворота. Так, плохо ручка открывает. Ну, все, забудем. О, какой. Так, Хобби, привет. Открываем ворота и сейчас будем направляться, выезжать. Как я узнал об этом тракторе, зашел в интернет на телефончике. Нашел пару свободных минут и нашел все-таки объявление. Задается интересный трактор. По фоточкам было видно то, что он такой хороший, качественный, вроде хорошо обслужен. То есть, хозяин у него хороший. И я заметил то, что это буквально в соседнем селе, рядышком отсюда, рядом с нами. И я решил все-таки поехать, если они что там находятся, сколько стоят и так далее. В эти друзья надо насадиться и направляться уже поскорее. Мне не терпится, руки чешутся, знаете. Давненько я не управлял нормальным трактором. И, кстати говоря, ребята, у нас довольно-таки работки накопилось за это время. То есть, там и бревно валялось. Кстати, впереди на дороге, я покажу, сейчас проезжали. И нам надо огород спахать, потому что Виталия, к сожалению, сейчас нету. Я хотел к нему обратиться, чтобы огород не спахал. И, разумно, дел у нас есть для трактора, но нету самого трактора. Вот, кстати, это бревно. Надо ее как-то объезжать. Я уже третий день его объезжаю. И оно меня просто бездет. Я не знаю, ребята. Наверное, мы его распилим. Мезопилу придется где-то, конечно, взять. Распилим, погрузим и, наверное, отвезем на дисопилку. Что интересно, столько всех, знаете, таких работников. И вот у нас даже есть эта фирма. То есть, есть у всех техника, но никто не хочет этим заниматься. То есть, мелкие такие есть работки. Там мост сломался, там еще что-то. Там бревно упало. Никто не хочет этим заниматься. Кстати, ребята, хочу посоветовать. Кто не видел, то недавно мы с Виталиком и Димой Шумахером вот здесь неподалеку строили мост через реку. То есть, брод. Вот подсказочка вверху экрана. Кто не смотрел, обязательно посмотрите и оцените видосик. Было, конечно, интересно, забавно и познавательно. Но, с чего мы там чудили, придумывали, как этот мост построить. И вот первушка петушки. Если не ошибаюсь, то нам сюда, ребятка. Да, вроде бы, вроде бы сюда. Если не ошибаюсь, потому что, друзья, здесь... А, вот, 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 вот. Вот буквально чуть не пролетел. Только въехал и вот сразу уже справа этот... Тракторишка. Так, сюда разворачиваемся. Поворотничек направо. Это, в принципе, он не нужен-то. Ладно, глушим нашу УАЗик. И давайте выходи, друзья, смотреть, оценивать возможную покупочку. И вот, друзья, что я нашел. Это у нас, если не ошибаюсь, Поправляйте, если что. То это у нас МТЗ-82. То есть, полноприводный. Это у нас 80... МТЗ-80. То есть, заднеприводный. А у этого на оба моста приводы. То есть, 4х4. Движочек, движочек. Давайте, наверное, сходим к хозяину. Возьмем ключики, чтобы могли открыть и так далее. Да, то что-то мы так подошли сразу к двору. Там, наверное, она смотрит и удивляется, что мы здесь крутимся возле трактора. Давайте зайдем, поздороваемся и тогда уже оценим этот трактор. Так, ребятки, взял я ключи, поварил с хозяином. В принципе, да, он его продает. Все отлично. Цена небольшая. Я так, между прочим, спросил, уточнил. Если нам вообще смысла его осматривать. Да, у меня хватает. И давайте, ребятки, оценим, что у нас здесь имеется. Давайте откроем этот. Вот так вот ключик вставляется. Итак, ребятки, перед нами, если не ошибаюсь, D245. Это уже более поздняя такая модификация движков, которые ставились на них. Это у нас... Не разбираюсь в этих всех ньютонах, крутящих моментах и тому подобное. Ну, точно 100 лошадей этот движок нам выдаст. То есть на трехкорпусный какой-нибудь плуг, либо на груженный прицеп нам вполне этого хватит. И как видите, здесь все ухоженно, покрашено, то есть вырезано. Ну, немножко пыльно, но все же. То есть мне этот движок устраивает. И видно то, что ухоженный. В принципе, нигде масло не подтекает, не капает. То есть видно, что оно стоит, но никаких капель нет. То есть и видно то, что грязный, то есть на нем работали. Только вот меня что удивляет, это вот этот плуг. Я не думаю, что хозяин этим МТЗ-82 таскал четырехкорпусный плуг. Да еще с предплужьим этим. То есть я не знаю, здесь максимум, ой, минимум 150 лошадей надо на этот плуг. Но как-то он таскал этим. Я надеюсь, что не этим плугом он работал, потому что он точно угробил этот трактор. Так, что у нас по салону? По салону у нас все, ребятки, все отлично. Просто ухоженно, идеально. Так, руль, руль отлично. Разница в подлокотничек, все работает, ребятки. То есть карты, то есть вот эта вся обделка салона, все качественно, все белое. То есть даже не вымазан салон. То есть видно, что хозяин у нас толковый. Все сделал хорошо. Давайте, наверное, попробуем его завести. Так, как тут? Угу. Пулскач у нас, то есть диновый. Вообще моментально завелся, ребятки, и вот меня прикалывает эта труба. То есть, как я понимаю, это уже более поздняя модификация этой выхлопной трубы с более новым движком мощным. Раньше, я если не ошибаюсь, она немножко иначе выглядела. То есть по работе, по всему видно то, что трактор ухоженный, качественный и мощный. Ну и внешне тоже все порадовало. То есть, ребятки, я думаю, на этом мы остановимся. Больше ничего выбирать не будем, потому что, что присмотрелось, где не хватает, надо брать, ребятки. А то сейчас решим сэкономить, поехать посмотреть какой-то еще трактор. И так оно все изогнется. И будем мы опять сезон сидеть без трактора. Так, ну вроде все отлично. Ничего не капает, ничего не стучит. Все бомба, ребята. Думаю, можно забирать, да? Да, ребятки, решено. Закрываем дверку, закрываем капот. И можно, в принципе, идти проводить с хозяином. Мы, в принципе, пускай трактор поработает. Заодно может обнаружиться какие проблемы, пока мы там вдруг заглохнет. Это я вообще не понимаю зачем. Я так понимаю, здесь отвал, либо как это называется, лопата. Кто знает, как пишите. Для чего этот механизм, как это все работает. Ну, судя по тому, что этот кардан сюда стоит, то что-то здесь усложнее, чем лопата. Можно стоять. В принципе, не важно. Здесь тоже все отлично. Ну, можно идти, я думаю. Отдавать денежку. И поедем мы, ребята, за еще кое-что. У меня есть идейка. Все, ребятки, можем мы направляться домой. Давайте залазить в наш трактор. Дверку я, наверное, пока что оставлю. И будем выдвигаться. Я, в принципе, еще ничего не проверял. Не ездил, блин. Затупил, ребята. Это завел. Хорошо работает. Но ездит ли он вообще, в принципе. А то было у меня такое, что передачка выбивала. То есть, что-то с коробкой не то. Так, не спорим первую. И вроде бы стартует отлично. Да. Слышно, что движок турбированный. Сейчас мы, ребятки, пойдем направо. Я здесь, между прочим, это завод и услышал. Мне рассказал, что он не единственный здесь продает сельхозтехнику. То есть, увидел, что парень молодой, при денежке. И решил все-таки посоветовать здесь еще кое-что. Так, это куда нам? Вроде бы сюда. Да, дальше при этом развернемся. И, походу, здесь кое-что еще продается. Вот это-то на что? Это у нас Т-30 или как это называется? Вроде Владимир, Т-25, да? Или нет? Так, и где-то здесь налево. Ага. Вот, по этой грунтовочке нам надо на ту сторону улочки. И хотя бы сейчас нигде не увязнуть. Потому что дорога страшная. Вообще не произнаем. Здесь налево ничего не видно. Ай. Так, хотя бы зубы не побывать по такой дороге. В принципе, подвеска здесь жесткая. И вот где-то... А, вот впереди, ребята, то, что я хочу вам показать, еще посоветовать. Может, вам будет интересно это. Господи, какое оно страшное. Так, это у нас ЕНИСе 1200. То есть, очень старая модель. Давайте вылезем, посмотрим. В принципе, я так понимаю, тоже он продается. Потому что видно, что он такой... Так, колеса приспущены. Да, все ржавое, гнилое. И, походу, я дня. Да, ребята, это не то, что я себе представлял. Я думал, здесь что-то будет поновее. Но, в принципе, у нас денег не особо-то и много. Но, думаю, когда у нас будет уборочный сезон, вот через пару месяцев, мы к этому варианту все-таки вернемся. Так, ребята, ладно, возвращаемся в трактор и будем направляться домой. Ух ты, ребята. Как же я доволен этой покупкой. Напишите свои отзывы, как вам этот тракторец, как этот вам выбор. Был хороший выбор или нет. Потому что, как вы помните, я предлагал два варианта. Это HTZ T-150K. То есть, такой старенький убытый. И... МТЗ-80. То есть, более такой старой компоновки. Ничего не видно вообще, где дорога. Вот. Все, ребятки, давайте я, наверное, буду направляться в магазин, потому что мне нужно будет... Ага. Ага, ребятки. А кто? А кто наш УАЗик-то отгонит домой? Я думаю, в принципе, позже я сюда за ним вернусь. Давайте все-таки закроем дверку. И будем направляться дальше на тракторе. Все, залазим и отправляемся, друзья. У меня есть еще... Идея-ка прикупить прицеп. То есть, какой-нибудь с подклопной тележкой. То есть, небольшой. Главное, чтобы прицеп. Потому что я хочу убрать и бремно, то отвезти на пилораму. И для теплицы нам нужен навоз. То есть, надо привезти. И все это. УАЗиком этим не справится. Там максимум куб чего-то положишь. И все. УАЗик просто переворачивается. Давайте, ребятки, наверное, сейчас отправлюсь в магазин. И там мы с вами продолжим. Так, ребятки, я почти добрался до магазина. Но вынужден снова записывать. Потому что у меня кое-что новое произошло. Пару раз за здоровый блок. Не пойму почему. Ну, может, потому что он плохо прогрелся. Что-то еще не так. Я давно не выезжал. Но все-таки... Так, где магазин? Прямо. И не знаю почему. Но все-таки почему-то он глохнет. Да и пинается этот троид. И я не знаю. Может, что-то со свечами. Может, сейчас заедем. В Азимазина есть автомастерская. Заедем. Может, нам посмотрят и ответят на наш вопрос. Что все-таки с моим трактором. Так, вроде бы налево. Так, ребятки. Пока мой там трактор чиня. То вот через щель вроде бы видно. Что-то там. Короче, пацаны. Тиня трактор моих. Что-то со свечами. Говорят. То есть, на третий котел свечи. Вообще там. Харой. Что-то еще. Причем, в принципе, не важно. И вот я обратил с кофейком. И заметил, что здесь вот лежит бремно. Не нужно никому. А как вам такая идейка? Если вот нам покататься. А вот то на дороге убрать. Вот это вот на заборе лежит. В принципе, это же сухостой. И по закону ее можно, в принципе, спилить. Как вам такая идея? Вот. Это все поездить. Поспиливать. В принципе, нам нужна будет еще бензопила. Либо топорчик. Я думаю, можно будет с собой взять. И вон там еще одна. Так. То есть, стволом множество лежит. Я думаю, можно будет эти все стволы поспиливать. И себе забрать. Либо отвезти на лесопилку. Либо домой. То есть, ребятки. У нас уже работка наклевывается на этот прицепчик. Я думаю, сейчас мы, ребятки. Будем отправляться. Забирать наш прицеп. Я думаю, там все закончили уже. Так что. Все движется к лучшему. Так, ребятки. Мы закончили. Вот что изменилось. С нашим трактором. Все, в принципе, хорошо. Заводится. Не троит. Все отлично. И, как вы могли заметить, мы сняли вот эту вот переднюю навеску для отвала. И, в принципе, она мне, оказывается, вообще не нужна была. Я стал в магазине. Пускай будет здесь на разборочку. Может кому-нибудь пригодится. Так, прием. Наш МТЗ. Вот. Вроде бы все уже отлично. Не троит. Ничего не стучит. Все отлично. Давайте, ребятам, направляться к нашему прицепу. Сейчас там как-нибудь подъедем. Да, вот. И будем сдавать назад. Сейчас, говоря, у меня с этим немножко всегда плохо было. Но, надеюсь, сейчас все будет хорошо. Так. Вот так вот. Вот так. Нормально. Так, вылазим. И, в принципе, можно прицепляться. Главное здесь не забыть. Не забыть. А, что-то не так, ребятки. Надо опустить. Да, надо опустить, да? Слишком задор от этот. Как здесь все работает. А, вот так вот. Низ. Все. Все правильно сделано. Рычажок. Угадал. Все. Вот так вот лучше все выглядит. Нет. Надо будет немножко приподнять. Ладно. Хорошо. Прицепляем все кобельки. Эти фланги и так далее. Кто знает, как правильно их называть, то пишите обязательно в комментариях. В принципе, можно выдвигаться, прыгать в наш МТЗ и ехать домой. Сейчас приподнимем немножко. Вот так вот. Отлично, ребята. То есть, тракторез мне нравится очень сильно. Надеюсь, вам тоже обязательно пишите комментарии, как вам эта наша сегодняшняя покупочка. И даже если не ошибаюсь, если я правильно все понимаю, то там эта подкатная тележка блокируется. То есть, если назад сдаешь, то можно заблокировать и не будет сложно сдавать назад с прицепом. Открывай, открывай, не спи. Все, друзья, можно, в принципе, направляться домой. Сегодня много чего сделали. Позже заеду еще за УАЗиком. Так, хотя бы никого не зацепить. Поворотничек врубаем. А где поворотнички? Все включено, отлично. Правда, видите, как моргает лампочка. Немножко иногда перебои с электричеством есть. То есть, и все здесь идеально. Но, в принципе, на свои года, когда он выпускался, там, 74-й или, может, и раньше, но где-то примерно 74-й год. Сами представьте. 40 лет прошло и в таком хорошем состоянии. Все, друзья, в принципе, я буду направляться домой. Заеду сейчас опять в магазин. Правда, денег уже совсем нету. Ну, хоть что-то, да, осталось. На этом, друзья, мы, наверное, будем прощаться. В следующем выпуске уберем те бревна. Съездим, конечно, еще за навозом для нашей теплички. Много чего еще надо сделать. Короче, дел по горло. Лето уже скоро надо садить. И да, ребятки, самое главное, нам нужно где-то достать плуг, либо обратиться к кому-то за помощью. Огорода у нас до сих пор нету. Это называется тот, кто хотел вообще поле себе завести в этом году. Ладно, ребятки, будем прощаться. До следующего выпуска. Я всех обнимаю, люблю. И смотрите следующее видео. Не забывайте ставить лайки и комментировать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok